Что делать, если на улице к вам обратился инвалид-колясочник? Уделить внимание. Первый и главный шаг. Казалось бы, легко, но именно об этом хоть раз забывал каждый из нас. Помогите достать коляску из машины, если нужно. Обращайтесь с ней аккуратно. Такие коляски имеют сложные конструкции, а их ремонт сложный и дорогостоящий. Подкатите коляску как можно ближе к автомобильному креслу. Когда человек окажется в коляске, сопроводите его до здания. Но не будьте слишком навязчивы. Сразу уточните, нужна ли еще помощь или дальше он справится сам. Бывает такое, что начинаю просить, и люди сначала не понимают, что я там кричу, кого-то там прошу о чем-то. Ну, я подзываю так, что здравствуйте, а можно попросить вас помочь? Я сам являюсь инвалидом, и мне нужно достать коляску из багажника. Бывает, что люди говорят, нам некогда, мы не можем, но в основном, ну, где-то процентов 80 людей все-таки откликается. При отсутствии пандуса не пытайтесь поднять коляску самостоятельно. Это может быть опасно для самого инвалида. Лучше попросить о помощи еще одного или двух прохожих. Также вам может помочь сотрудник при наличии специальной кнопки вызова у входа в здание. Обязательно придержите дверь и обратите внимание на препятствия, которые могут помешать передвижению. Например, кнопка лифта, до которой невозможно дотянуться. Но не переусердствуйте желанием помочь. Иногда лучше не сделать ничего, чем сделать хуже. Если человек просит оставить его и не трогать коляску, прислушайтесь к нему, а не к своему внутреннему альтруисту. Человек говорит, да нет, я хочу помочь. Вы что, не понимаете, что ли? Мне хочется вам помочь. Мне надо вам помочь. Я говорю, да нет, вы поймите, мне помогать не нужно. Отпустите меня срочно. Почему это нужно? Ну, то есть, почему нужно человека отпустить? Потому что нога, которая стоит на подножке, стопня, она в момент того, когда тебя быстро везут, и коляска трясется от неровности асфальта, она соскакивает и вот так вот падает вниз. И в этот момент она может зацепиться за какую-то неровность и просто выгнувшись сломаться. И такие случаи уже были. Остается добавить, будьте внимательны к окружающим. Это поможет вам и вашим близким всегда чувствовать себя в безопасности. Ольга Продан, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.